Нашел интересный хостинг ePlanet, 10 дней бесплатного тестового периода, бесплатный домен. Меня зовут Федор Васильев, давайте рассмотрим данный хостинг более детально. Итак, хостинг ePlanet, ссылка в описании под этим видео. Давайте произведем регистрацию на данном хостинге, заодно узнаем, как это делается. На главной странице хостинга вы можете ознакомиться с возможностями и спецификой данного хостинга, а я приступаю сразу к регистрации. Я перехожу в виртуальный хостинг, здесь есть такой тарифный план-кластер, где вы можете сразу определить объем дискового пространства для вашего сайта. Естественно, прибавляя гигабайты, прибавляется и цена в месяц. Соответственно, сколько сайтов, баз данных и так далее. Естественно, если сайтов 3, то и баз данных, соответственно, 3. Если мы только начинаем с сайта молодой, я рекомендую брать 1 гигабайт дискового пространства, это за глаза. Сайтов меньше 3 мы взять не можем, и, соответственно, баз 3. 120 рублей в месяц, но мы сможем потестировать данный хостинг бесплатно целых 10 дней. Нажимаю заказать. И давайте заполним поля. Имя пишу Федор. Почта. Пароль. Рекомендуется пароль сгенерировать какой-то более сложный. Вот здесь вот есть такая иконочка. Генератор пароля кликаем, и пароль автоматически генерируется сложный. Сразу куда-то сохраняем его на блокнот, чтобы не потерять. Соглашаемся с пользовательским соглашением. Соглашаемся с политикой конфиденциальности. И нажимаем ОК. И мы уже с вами в панели хостинга. Также на почтовый ящик нам приходит письмо автоматическое от данного хостинга. Регистрация нового пользователя. Находясь в панели, нам нужно заказать хостинг, кластер и выбрать тарифный план. Здесь у вас будет слева тарифы и услуги. Выбираем. Переходим здесь. Виртуальный хостинг. Нажимаем здесь кнопку заказать. И вот вы видите кластер. 0 рублей на 10 дней заказать. И также доступен тариф WordPress. Также 10 дней бесплатно. И есть период, на который мы можем заказать. Естественно, реальный период. 10 дней. Мы с вами его тестируем. Поэтому мы заказываем кластер. Кластер. Заказать. На данной странице первое, значит, автопродление. Можете выбрать. Если вы пока тестируете, можно отключить. Доменное имя. Так как мы тестируем хостинг, можно, в принципе, сразу домен платный не делать. Воспользоваться тестом доменом. Поэтому я назову домен test73. Так как мы тестируем хостинг, воспользуемся техническим доменом. Начало. Можете по-английски написать любое. И окончание после вашего названия .e-vds.ru Это у нас будет технический домен. Естественно, у вас начало домена свое, у меня свое. На этом шаге можно также потянуть за ползунок и выбрать себе дисковое пространство. Но я, как уже сказал вранье, 1 гигабайта за глаза. Здесь мы ничего не трогаем. Детали заказа видим. Итог к оплате 0 рублей. И нажимаем в корзину. Далее нажимаем на кнопку активировать. И статус заказа у нас заказ обрабатывается. Где-то через одну минуточку статус у меня автоматически поменялся. В этой, видите, услуга готова к использованию. Далее мы с вами разворачиваем список товара и услуги. Виртуальный хостинг. Проверим, как работает технический домен. Копируем его отсюда. Вставляем в адресную строку. И видим страницу заглушки. Приветственное сообщение. Вместо этой страницы мы будем размещать наш сайт. Чтобы нам попасть в панель хостинга, где мы сможем в дальнейшем загрузить наш сайт, нам нужно на этой странице нажать на кнопку «Перейти». Вот здесь. Нас перебрасывает на другую вкладку, где мы сможем создать базы данных для нашего сайта и загрузить сайт. О том, как загрузить сайт на хостинг, об этом в следующем видео. Продолжение следует...